Я действительно учился с Алексеем Кудериным, причем Алексей был первым человеком, с которым я познакомился, когда мы поступали в университет. Еще в тот день, когда собирали абитуриентов и давали им общую установку, куда, когда приходить, на какой вступительный экзамен, я случайно оказался рядом с Кудериным, вот буквально так, как с вами сидели, только не в таких мягких креслах, а в большой аудитории. Он повернулся ко мне и сказал, привет, меня зовут Алексей или Леха, как-то даже так, по-моему. Ну, в общем, мы познакомились. Затем нас обоих провалили при поступлении на дневное отделение, но мы оба поступили на вечернее. И год учились вместе на вечернем, там общались, подружились. Потом перешли на дневное, я годом раньше, он годом позже. И дальше общались довольно много, вместе ездили в стройотряд. Ну и до сих пор общаемся, хотя, конечно, уже давно живем в разных городах, и сейчас это бывает не так часто, как хотелось бы. С Чубайсом я знаком был довольно мало, я действительно работал очень недолго, полгода в Ленгурсполкоме под руководством Чубайса. Это была первая половина девяносто первого года. По сути дела, скорее, можно сказать, что под руководством Кудайна, который был тогда заместителем Чубайса. Ну, а потом я понял точно, что я не чиновник. Это абсолютно не по мне. Политиком я себя вообще никогда не представлял. Я не занимаюсь политической деятельностью, и та политическая аналитика, которую я произвожу для интернет-изданий, для газет, для книг, это именно аналитика, а не политика. Я анализирую проблему и представляю читателю анализ, что происходит, почему это произошло, что можно ожидать. Я не пытаюсь занимать ту или иную позицию. Некоторые мои коллеги-политические аналитики четко занимают партийную позицию и говорят, поддерживайте такую-то партию, потому что она лучше всех. Пункт 1, 2, 3, 4. Я так никогда не пишу, я пытаюсь работать в интересах читателя, который хочет разобраться. Хотя, конечно, у меня есть личные политические взгляды, и когда у нас еще были нормальные выборы, я четко знал, за кого следует голосовать. Я, бесспорно, и университетский профессор, и журналист-публицист. Вот эти два качества у меня переплетены. Трудно сказать, кем я себя больше чувствую. Долгие годы основной работой у меня была журналистика. Я был сначала экономическим обозревателем, потом политическим, потом замом главного редактора небольшой петербургской газеты «Еженедельника». Но одновременно я преподавал в разных университетах. Сейчас я уже 10 лет работаю в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Я научный руководитель исследовательского центра, но одновременно постоянно пишу в разные издания. Так что здесь все переплетело. Ну, точно не от Филофея, потому что, как мне представляется, идея Москва-Третий Рим не была идеей особого пути России. Здесь иногда люди путают. Дело в том, что во времена Филофея представление о каком-то особом пути вообще не было характерно ни для одной европейской страны. От самого запада, от Англии и Португалии, до самого востока, до московского государства. Представлялось, что есть христианский мир. Христианский мир, в общем-то, един, хотя произошла великая схизма еще в 11 веке, и он разделился на католический и православный. Этот христианский мир, в идеале, должен быть объединен в единую империю. Западный мир представлял себя как западная империя, и долгое время германские императоры пытались создать, воссоздать, точнее, Римскую империю. Восточный мир представлял христианский мир как единую империю, но византийскую. И вот когда византийская империя пала и стало ясно, что Византии уже нет, возникла идея, что Русь может быть преемником Византии, то есть имперским государством, представляющим истинное христианство. То есть речь не об особом пути России тогда шла, тогда велась, не об особом пути по отношению к Западу, а о том, что Русь самое правильное христианское государство, и остальные должны идти нашим православным путем, а кто придерживается латынской еюси, тот, так сказать, нехороший и должен от этого дела отойти. Идея особого пути – это другое. Примерно с XVII века некоторые западные страны, сначала Голландия, потом Англия, потом другие, становятся на путь модернизации. Это уже эпоха, когда возникли отдельные государства. Идея империи, единой европейской империи рухнула. Эти отдельные государства могли строить свою империю, но уже не предполагалось, что это будет весь христианский мир в одном государстве. Модернизация предполагала, что страны быстро экономически развиваются, появляются первые демократические начала. И вот, когда эти идеи у европейцев утвердились, когда, еще раз подчеркиваю, сначала Голландия, потом Англия, потом Франция, потом отдельные германские государства, Германия тогда еще не была единым целым, стали на путь быстрых преобразований, у отстающих стран стала возникать мысль, так мы пойдем таким же путем, как передовые страны, или каким-то особым. Вот в этот момент возникает идея особого пути. Идея особого пути означает, что вот есть какой-то быстро модернизирующийся мир. Они вроде нас обогнали, они успешны, у них лучше развивается экономика, у них появляются новые политические механизмы, такие как демократия. Мы отстаем, нам обидно. А может быть мы не отстаем? А может мы лучше их просто идем особым путем? Самая известная теория особого пути была у немцев. Она формировалась с либо конца 18-го, либо начала 19-го века, так сказать, как считать. Эпоха романтизма, совершенно верно. Ну, я отчитываю от знаменитых речей Фихта, которые были произнесены в Берлине после поражения пруссаков от Наполеона под Йеной. Тогда Пруссия была в шоке, и Фихта сказал, ну, по сути дела, сказал, сейчас не буду подробно вдаваться в этот вопрос, по сути дела, сказал, мы немцы особые, мы более правильные, чем другие европейские народы. Не важно, что мы проиграли, мы по большому счету лучше. В России эти идеи появляются несколько позже. Если быть точным, конечно, не от Достоевского, надо считать, а от Чаадаева. Ну, заголовок несколько условный, просто я вынес более известное имя, но, в общем, можно считать, что еще до Достоевского, Чаадаев, затем ряд славянофилов придерживались идеи особого пути. Романтизм был не только немецким. Немецкий романтизм может быть наиболее известный, но романтическая эпоха охватывала самые разные страны, начиная от Англии, Байрон был бесспорно романтиком, и заканчивая нашей страной. Эпоха романтизма действительно связана с тем, что интеллектуалы пытались осознать, кто мы, как нам развиваться, и предлагали разного рода идеи, в том числе идея особого пути. Идеи славянофилов в какой-то степени отталкивались от немецких идей, но скорее не потому, что славянофилы тупо копировали, они были самостоятельными творцами. Просто у немцев и у русских были похожие проблемы. Это были два народа, отставших от более западных народов, и решавших для себя проблемы. Вот мы отстали по-настоящему, или мы совершенно особо и можем быть впереди других, просто по иным параметрам. Идея немецкого особого пути, Зондервек, она даже более тщательно проработана, чем идея российского особого пути. Наверное, среди немцев было больше авторов, которые работали в этом направлении. И эта идея, кстати, очень долго держалась у немцев. Конечно, у каждой страны есть определенные особенности в развитии. Не особый путь, а некоторая специфика. И есть отличия в понимании особого пути у немцев и у русских. Я уже сказал несколько минут назад о том, что у немцев идея о необходимости особого пути очень четко сформировалась после поражения от Наполеона, поражения под Йеной. У русских немножко по-другому получилось. Мы вроде у Наполеона войну выиграли. И в этом смысле Россия после 12-го, ну или, может, после 14-го, 15-го годов, 1800, естественно, чувствовала себя очень уверенно. Она была, ну, по сути, самой сильной европейской державой и чувствовала себя таковой вплоть до Крымской войны. С такой государственной точки зрения у нас не было чувства униженности, фрустрации. Но если немецкие государства под воздействием Наполеона, гражданского кодекса, идеи, идущих от французской эволюции, довольно быстро развивались уже в первой тейте 19-го века, там произошли серьезные экономические реформы. Там было отменено крепостное право, произошла земельная реформа, был создан германский таможенный союз, который способствовал развитию экономики задолго до того, как германская империя стала единым государством. То у нас в России все получилось по-другому. Мы были победителями, но в экономическом и политическом плане мы стали сильно отставать. И особенно четко это выявилось после поражения восстания декабристов. Вроде лучшие русские интеллектуалы вышли на площадь для того, чтобы как-то заявить о том, что мы должны развиваться несколько иначе. И они были подавлены, расстреляны, сосланы в Сибирь. И после 14 декабря 1925 года в России все замерло надолго. В этой ситуации наша фрустрация означала разочарование в возможностях внутреннего развития страны. И у Чаадаева это очень четко видно. Чаадаев очень страдал из-за того, что ситуация в России была какой-то непонятной. С одной стороны, он говорил о том, что мы какое-то государство, какой-то народ, который, наверное, предназначен только для того, чтобы показать всему миру, как нельзя развиваться, как неправильно развиваться. А с другой стороны, у него вдруг возникает идея о том, что, может быть, мы покажем всему человечеству какую-то великую идею. Покажем всему человечеству, как надо спастись, как надо развиваться. И дальше уже, собственно, славяно-финское течение, идущее от Хомякова, от Кириевского, от братьев Аксаковых, от Самарина, уже тщательно прорабатывает вот эти вот идеи, которые у Чаадаева были набросаны в философических письмах как-то вот в общих чертах. Так что вот это славяно-финское течение идет от фрустрации, связанной с невозможностью нормального внутреннего развития. Славяно-филы в каком-то смысле тоже были западниками. У нас вот это разделение, такое чуть ли не манихейское на западников и славяно-филов, часто очень упрощает реальную картину. Просто нынешние западники любят иногда ругать славяно-филов, считая, что они были тупыми консерваторами, а нынешние патриоты любят ругать западников, считая, что они иностранные агенты, враги народа и так далее. И Герцен там подрывал Россию. Нет. В общем, и западники, и славяно-филы того раннего времени придерживались представления о том, что Россия должна развиваться, что нельзя остановить развитие страны. Но как конкретно развиваться, здесь были разные представления. Допустим, самый яркий, на мой взгляд, и самый образованный, на мой взгляд, западник, профессор Московского университета и историк Тимофей Грановский прямо говорил о великом развитии западных стран и о том, что мы должны быть благодарны за то, что Запад показывает нам такого рода путь развития. И многие студенты его носили на руках, воспринимая эти идеи. А славяно-филы говорили о том, что Запад по разным причинам развивался неправильно, но у разных славяно-филов были разные объяснения, что неправильно у Запада и что правильно у нас. И во внутренней истории, в нашей российской истории, Хомяков, Киреевский, Киреевский, Ея, братья были, они искали возможности собственного развития, но именно развития. Они не говорили, что все хорошо при царском режиме, и никакого развития не должно осуществляться. Они искали возможности развития тоже. Я считаю, что идея особого пути – это следствие фрустрации, которая у интеллектуалов той или иной страны связана с трудностями развития. Мы не можем по разным причинам нормально развиваться. У немцев одни причины, у русских другие, у поляков третьи и так далее. И отсюда возникает мысль у интеллектуалов о том, что, а может быть, мы на самом деле великие, и мы нормально развиваемся просто своим особым путем. Вот идея особого пути ложна и связана именно с этим. Но, и в книге об этом есть специальный раздел, я знаю, что очень часто возникает полемика именно на этой пути. Но то, что я считаю идеей особого пути неверной, не означает, будто я полагаю, что все страны развиваются совершенно одинаково. Нет. У каждой страны есть в ходе своего развития, в ходе модернизации, своя специфика. История ни одной страны не повторяет историю другой страны. Скажем, у выдающегося исторического социолога Чарльза Тилли, есть специальная книга, где он на протяжении длительного периода прослеживает, чем история модернизации, ну, он не использует слово модернизации, чем развитие Англии отличалось от развития Франции. Мы в России иногда думаем, что весь Запад развивался примерно одинаково, только мы такие вот особы. Нет. Отличие между Англией и Францией, ну, это уже не Тилли, это уже мой комментарий, наверное, больше, чем между, скажем, Францией и Россией в ходе нашего исторического развития. Отличие, там, исторической судьбы Португалии от Испании колоссальное. Хотя испанцы долгое время считали, что Португалия просто по недоразумению не вошла в состав единого испанского государства, хотя находится на Пирамидском полуострове. И на какое-то время, кстати, Португалия была включена в состав Испании, но потом снова оттуда вышла. Вот. То есть, смысл книги, о которой мы сейчас говорим, состоит в следующем. У каждой страны, бесспорно, есть своя специфика в ходе развития. Но не надо думать, что какая-то страна может идти принципиально иным путем к другим целям. и достигать не современного состояния рыночной экономики, демократии и тому подобных вещей, а, скажем, стремиться к великой духовности, к спасению человечества. А некоторые мои коллеги иногда так говорят. Особый путь России состоит в том, что мы самый безнадежный народ Европы. Мы культурно ущербные, мы культурно убогие, говорят эти мои коллеги. Весь мир может модернизироваться, только не Россия. Россия будет всегда в убогом состоянии, качественно не отличающимся от времен Ивана Грозного. Это тоже представление об особом пути России, который как бы никуда не ведет. Я с этим спорю. Я говорю, что нет. И Россия развивается вслед за Англией, Францией, Германией, Польшей, Чехией, Эстонией. С определенной спецификой. Но примерно достигая тех же результатов. Мне чаще приходится слышать прямо противоположные трактовки. Скажем, если я правильно интерпретирую позицию крупных иерархов нашей русской православной церкви, то их позиция состоит в следующем. Что просвещение как раз нас и погубило. Мы настолько просветились, что дошли до революции, до разрушительных идей и свободы, равенства, братства и так далее, и так далее. Я, честно говоря, не вижу катастрофы ни в ту, ни в другую сторону. Почему идея просвещения получили в России крах? Потерпели в России крах? Нет. Идея просвещения, зародившаяся во Франции, сначала создали возможности для развития Франции, но одновременно довели Францию до очень сложных выкрутасов развития. Скажем, Великая Французская революция была не менее трагическим и кровопролитным явлением, чем Русская революция, произошедшая через сто с лишним лет после Французской. Многие явления очень похожи. Опять же, я не говорю, что революции прошли одинаково, там многое было по-разному. И, скажем, Французская революция завершилась Наполеоном, у нас Сталиным это очень разные персонажи. Но, тем не менее, сначала революции начинались как просветительские идеи, как стремление к свободе, равенству, братству, развитию и так далее. Потом перешли к страшному террору. Страшная коррупция была как в ходе Французской революции по режиме директории, так и в ходе нашей революции. Очень многое похоже. Скорее, можно говорить о некоторой специфике германского развития, где революции было меньше, чем во Франции и в России. Но зато был страшный нацистский режим, которого не было у французов и у нас. А если вспомнить Англию, мы несколько минут назад сказали о том, что у Англии вообще гораздо больше особенностей по сравнению со всеми континентальными европейскими странами вместе взятыми. Франция, Германия, Россия, Австро-Венгрия, Испания все больше похожи друг на друга, чем на англичан с их очень специфическим развитием. Я действительно хочу немножко читателей моей книги успокоить. Но не в том смысле, что я предлагаю им какой-то сон золотой, который отвергает их от действия. Мое успокоение, моя успокаивающая концепция, она основана на изучении фактов. Я готов вступать в полемику с любым оппонентом. Я не пытаюсь какую-то идеологию навешивать на своих читателей. Каждый читатель может сам судить, прочесть мою книгу. В книге есть список литературы, представляющей всех моих оппонентов. Можно прочесть их концепции. И читатель сам сделает вывод, кто прав, я или мои оппоненты. Это нормальный научный подход. По-моему, так и надо всегда поступать. Нет, не кажется. Самый яркий пример сравнительный это история Франции. Но история Франции в XIX веке. Поскольку Россия – страна догоняющей модернизации, и некоторые явления, которые Франция проходила давно, мы проходим с большим опозданием. История двух Наполеонов, первого и третьего. Первый Наполеон создал после революции во Франции огромную империю, которая в итоге потерпела крах. Но эта история всем известна, пересказывать не надо. Через некоторое время после Наполеона I с промежутком в две монархии сначала была реставрация Бурбонов, потом июльская монархия во главе с королем Луи Филиппом. Вот после этого перерыва вдруг племянник Великого Наполеона восстановил империю, восстановил на авторитарных началах, которые, мне кажется, очень напоминают то, что сделал Путин. Путин тоже после некоторого перерыва восстановил некую Великую империю, условно Великую Советскую империю, и стал использовать терминологию своих советских предшественников, но для совершенно другой цели. Наполеон III ведь не пытался снова завоевать всю Европу, как Наполеон I. Он даже поначалу был довольно прогрессивным монархом. В другой моей книге, написанной почти 15 лет назад, довольно подробно говорится о тех экономических реформах, которые были во Франции сделаны в эпоху Наполеона III, и это были очень прогрессивные реформы. Путин поначалу тоже пытался сделать разумные экономические преобразования, правда, в отличие от Наполеона III, у него эти попытки очень быстро закончились. Тем не менее, благодаря высоким ценам на нефть, первый этап развития путинской России был довольно динамичным, мы быстро росли, стали богаче, жить стали лучше. Но в конечном счете режим оказался консервативным и во Франции при Наполеоне III, и при Путине. И тот, и другой режим с какого-то момента просто перестали ввести свою страну в будущее. Так что здесь, на мой взгляд, очень похожая ситуация. Думаю, что после завершения путинского режима, сейчас не говорю, закончится ли он в результате какого-то социального взрыва, или после смерти Путина, или после завоевания, это отдельный вопрос. Вот после путинского режима, я думаю, вероятность демократизации достаточно велика, как, собственно, было и во Франции после Наполеона III, когда была создана Французская республика. Здесь тоже, на мой взгляд, много общего, и мы тоже отстаем от этих стран. Еще раз подчеркиваю, Россия – страна, догоняющая модернизацию. Не надо думать, что мы будем идти параллельно с другими странами. Та же Польша отставала от Германии или от Франции, мы отстаем еще и от Польши. В 89-м году, в год бархатных революций, сразу много центральных и восточноевропейских государств, Польша, Чехословакия, потом распавшаяся на Чехию Словакию, наши Балтейские республики, двинулись по европейскому пути. Двинулись бесспорно лучше, чем Россия. Но они смогли двинуться по такому пути, потому что в их истории был ряд моментов, которые позволяли им лучше ощутить себя европейцами, чем ощущали тогда мы в России. Кстати, не только в России, но и в Украине, в Белоруссии, не говоря уже о среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза. Люди не очень ощущали себя европейцами. У украинцев это произошло гораздо позже. Да и то пока очень условно. Вот, значит, поляки, чехи, славянцы, венгры, эстонцы, литовцы ощутили себя европейцами, привели более эффективно, чем мы необходимые реформы, как экономические, так и политические, вошли в Евросоюз. В России те силы, которые не хотели европейского пути, оказались более мощными, чем в этих странах. Я думаю, что на следующем историческом повороте мы сможем сделать примерно то же самое, что сделали эти страны. Мы постепенно осознаем тупиковость нынешнего пути, причем это осознают в первую очередь российские элиты. Конечно, люди из элит вам откровенно так вот в интервью не скажут, что они разочаровались в нынешнем пути, потому что если какой-то бизнесмен это скажет, то он быстро потеряет свой бизнес, а если какой-то политик это скажет, то его может постичь судьба Немцова или хотя бы Касьянова. Но очень многие так думают на самом деле. Поэтому мне представляется, что после Путина возникнет ситуация в чем-то похожей на ситуацию после Брежнева, ну Брежнева, Андропова, Черненко, когда практически все представители элиты хотят чего-то нового. Другое дело, что у них могут быть разные взгляды на это. Ну, кстати, в той же Польше, в той же Венгрии тоже ведь очень разные взгляды, на развитие. И Польша с Венгрией сейчас проходит некоторый откат, авторитарный откат по сравнению с периодом быстродемократизации. Но это не означает, что эти страны вылетят из Евросоюза, перестанут развиваться по западному пути и снова окажутся под доминирующим воздействием Москвы. Нет такого рода явления вполне нормальны в ходе развития. Ничего фатального нет. Модернизация – это вообще очень сложное явление. Если судить по опыту Англии, Франции, Германии, стран более-менее прошедших по пути модернизации, модернизация занимает 150-200 лет, может быть, даже больше, в общей сложности. от того момента, когда страна начинает двигаться к новому, то есть, когда элита вдруг осознает, что пора что-то менять, что мы должны перестать быть традиционным обществом. Ну и до момента, когда в основном перемены завершили. Если говорить о России, то у нас модернизация, по сути, началась с великих реформ Александра II. Не с Петра. О Петре, может, если надо поговорить особо, но это немножко другое. Это предмодернизация, протомодернизация. Вот, великие реформы Александра II – это движение по рыночному пути, это освобождение крестьян, это изменение судебной системы, и даже чуть было не произошли некоторые политические изменения, но конституция Лоис-Меликова так и не была принята из-за убийства императора. Вот если отчитывать от начала царствования Александра II, то мы где-то уже больше полутора-ста лет по пути модернизации движемся. Причем движемся, как и все другие страны, непоследовательно. То вперед, то вбок, то влево, то вправо, то назад, то снова вперед. Ну вот, мне кажется, вполне вероятно, что после Путина мы уже выйдем на некую завершающую стадию, которая будет похожа на то, что сегодня происходит у поляков, эстонцев или век. Хороший вопрос и довольно сложный. Я, как независимый политический аналитик, как научный работник, не сторонник создания мифологии. И в своих книгах я этим не занимаюсь. Ни в книгах, ни в статьях. Но если бы я был лидером какой-то либеральной политической партии, сегодня в России таких практически нету, весь либерализм на политическом уровне разрушен, но если у нас возникнут условия для восстановления такого рода партии, то, наверное, на месте лидера этой партии я бы пытался создать какую-то мифологию, которая не просто рационально объясняет людям, чем хорош либерализм, а как-то обращается к сердцам, к душам людей. Ну, для сравнения скажу, что известная, очень популярная американская писательница российского, кстати, происхождения, Айн Рент, написала романы, где сформировала такую, ну, можно сказать, либеральную мифологию. И эти романы пользуются огромным успехом. Я лично не поклонник творчества Айн Рент как писателя. Мне не очень интересен был роман «Атлант расправил плечи», который я прочел. Я сторонник другой художественной литературы, причем мне, как писателе, нравятся многие авторы, которые, скажем, идейно мне совершенно близки. Идейно мне не близок Лев Толстой, но как писатель я его очень люблю. А с Айн Рент наоборот, идея нам не близка, как писатель она не близка. Ну, вот Айн Рент попыталась создать некую либеральную мифологию и довольно успешную. Возможно, что-то в этом роде будущие российские лидеры либерального движения смогут создать. Когда у нас зарождалось либеральное движение в конце 80-х, начале 90-х годов, наверное, большинство либералов все-таки придерживались представлений о необходимости чисто рационального общения со своим электоратом, со своими сторонниками. Егор Гайдар великий политик, великий ученый в области экономической истории, исторической социологии. но я много читал Гайдара, читал все его основные научные произведения, очень много статей, очень много интервью, и мне кажется, что Гайдар либо вообще не понимал, почему нужна мифологизация для политика, либо понимал это, но принципиально это отвергал, не хотел идти по такому пути. Мне кажется, что скорее второй военный, чем первый, потому что Гайдар бесспорно был очень умным человеком, нам всем до него очень далеко, и в основном очень честным человеком. Даже в политике, где надо манипулировать своими избирателями, Гайдар предпочитал честный подход, и отказывался от манипулирования, и проигрывал на этом как политик. Вот и Гайдар, и многие другие отказывались от такого манипулирования, от мифологизации. И сейчас я иногда беседую со своими друзьями, коллегами из либерального лагеря, мне кажется, что они просто не понимают необходимость мифологизации. Они постоянно говорят с обществом чисто рационально. Давайте мы людям все тщательно, конкретно разъясним, надо делать то-то, 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 и всем нам станет выгодно. Но это часто не срабатывает по двум причинам. Во-первых, потому что значительная часть общества не готова слушать, а если начинает слушать, то устает через полторы минуты и дальше уже мозги не срабатывают. Это не особенность русских. Нельзя сказать, что русские какие-то тупые. Точно так же будет у немцев или у французов или у поляков. Вот это первая проблема. Вторая проблема связана с тем, что не бывает так, чтобы всем стало лучше сразу в результате либеральных реформ. Самые лучшие либеральные реформы приводят к тому, что какие-то группы выигрывают, какие-то поначалу проигрывают, какие-то остаются где-то посредине. И если проигрывавших на первом этапе очень много, то эти люди не готовы воспринимать такой аргумент, что вот, ребята, вы потерпите, а вашим детям зато станет хорошо. И получается, что эти люди отторгают либеральные реформы в принципе. Мне кажется, что единственный либеральный политик Центральной Восточной Европы, который готов был прибегать к некоторой мифологизации, это был Вацлав Клаус в Чехословакии, потом Чехии после разделения государства. И он был самым успешным политиком, он был и премьер-министром, и президентом, и достиг явно большего, чем любой либеральный политик в других странах. Ну, смотрите, Сталина возносят на пьедестал сейчас, спустя много лет, когда уже практически умерли даже те люди, которые голод застали в раннем детстве. У меня тесть, покойный, он скончался уже несколько лет назад, застал голод на Дону, он сын донского казака. Ему было всего пять лет, пять или шесть, но он помнит, как тяжело тогда жилось, как не хватало хлеба, как отец спасал семью только тем, что рыбачил. И у моего тестя было очень четкое, понятное, рациональное отношение, он не был сталинистом. Но вот сейчас, когда практически все умерли из тех, кто помнит ту эпоху, люди начинают создавать некий миф о Сталине. Этот миф основан на разных идеях, в основном людям просто хочется видеть в прошлом своей страны что-то такое величественное. Скажем, если бы наше государство больше ценило идею свободы, то вполне возможно у нас был бы миф, основанный на царствовании Александра Второго, когда страна действительно активно развивалась и не было бы такой канонизации Сталина. Но поскольку наше государство сегодня не любит идеи свободы, то заслуги Александра Второго, его эпохи, заслуги Столыпина несколько гасятся и на этом месте святое место пусто не бывает, на этом месте возникает увлечение Сталина или Иваном Грозным или еще кем-то. Так что все, что связано со Сталиным, это мифологизация и это надо изучать именно как миф. С Гайдером другая ситуация. Люди моего возраста и даже те, кто моложе на 10-15 лет, очень хорошо помнят 90-е годы. Это было сложное время. Если сравнивать со Сталинской эпохой, ну, здесь, конечно, никакого сравнения нет. Не было голода, не было репрессий, не было массовых смертей, да вообще не было смертей, связанных именно с развитием. Более того, Гайдар провел великие реформы, которые позволили развиваться в стране. Но что произошло в стране в конце 80-х, в начале 90-х годов? В результате рыночных реформ огромный сектор бывшей советской экономики стал нерентабельным. Причем не потому, что реформы велись как-то неправильно, они правильно велись, а потому, что в советской экономике сотни предприятий в принципе были выстроены так, что они не могли работать в условиях рынка. Прежде всего военно-промышленный комплекс, продукцию ВПК ведь потребитель не покупает, его только государство может покупать, но еще целый ряд отраслей. Вот люди, работавшие в этих отраслях, они объективно в ходе реформ оказались поначалу проигравшими. Ну, кто-то был предприимчив и выкрутился, а для кого-то это были действительно очень тяжелые времена. Вот люди, которые поначалу проигрывали в ходе реформ, они часто мыслят очень рационально, они говорят, так, после Горбачева, Ельцина и Гайдара нам стало хуже, значит, все было плохо. Эти люди просто не хотят или не могут проанализировать ситуацию и задуматься о том, что хуже стало не в результате перестроечных действий, а в результате того, как была устроена советская экономика и не хотят задумываться о том, что именно благодаря этим преобразованиям сегодня жить стало другой. Это не вина людей, это беда. Это, в принципе, нормальная ситуация для среднего человека, который, в общем, и не обязан разбираться в таких сложных вещах. Увы, но эти вещи проходят со сменой поколений. Субтитры создавал DimaTorzok